Каталина Аристисабаль Сценарий Хорк Иллер, Рафаэль Рохас, Клаудиа Санге Оператор Рафаэль Пуэнтос, композитор Джимми Пулида Режиссер Луис Архуэлла Стол на троих Даниэль, большое спасибо за такую красивую серенаду Ничего особенного, незначительная деталь, вы заслуживаете большего Знаете, мне еще никогда не дарили серенаду Да Садитесь Не могу поверить, спасибо Я вам очень благодарна, ведь я знаю, что вы почти никогда не поете Потому что я очень плохо пою Надеюсь, я не разбудил всех соседей своим пением Нет А вы узнали песню? Конечно Эту песню мы исполнили вместе, когда познакомились С того дня я не могу выбросить вас из сердца И что вас побудило исполнить серенаду? Этой серенаде я хотел попросить прощения, что не сказал вам о рамоне и бланке Да Да, неприятная деталь Поймите, я был прижат к стене Не переживайте, я подумала, и я вас понимаю В тот момент вы считали, что так будет лучше, и я уважаю ваше решение И потом вы не обязаны были делать этого У меня был моральный долг, но я поставил на одну чашу весов этот долг, а на другую боль, которую я вам причиню И решил молчать Все равно вы не смогли уберечь меня от боли Да Когда-то все становится известным Я хотел сделать вам добро, но... Невольно причинил зло Даниэль, я могу попросить вас об одолжении? Конечно, о чем захотите Вы меня обнимете? Мне нужно почувствовать себя любимой Клаудиа Женщины не понимают мужчин Если бы они не раздражались Если бы не мучили нас, жизнь была бы прекрасной Все проблемы от того, что они хотят держать мир в своих руках Они не понимают, что мир держится на нас На мужчинах Это началось не сейчас Это идет с пещерного периода Когда мужчине приходилось охотиться на мамонта А женщина оставалась дома и готовила пищу Но сейчас Все не так Времена изменились Современные женщины работают А мужчины Готовят еду Вот Вот Здесь и начинаются проблемы Мужчина Хочет вернуть все на свои места Но когда он хочет все изменить Появляются они и Начинают зудеть Нельзя пить Нельзя заводить подружек Нельзя даже с друзьями встречаться Вообще нельзя развлекаться И что происходит, когда мужчине все время говорят Нельзя, нельзя, нельзя Что происходит? Вот именно Мужчина ищет лазейку Или нет, брат? Да, послушайте Налейте-ка мне еще Вот что, дружок, я советую вам больше не пить Вы что, будете говорить, что мне можно, что нет? Нет, сеньор, дело не в этом Просто в вашем состоянии вы больше не должны пить В каком состоянии? Объясните Со мной все нормально Или мои деньги вам не подходят? Нет, сеньор, подходят Но вы выпили, а когда люди выпивают, они становятся агрессивными Я агрессивный? Это я здесь агрессивный? Вы агрессивный, потому что не хотите обслуживать меня? Это вы агрессивный Сеньор, вас заносит Я позову службу безопасности Зовите безопасность, кого хотите Любую службу Я не уйду, пока меня не обслужат Никто не прогонит меня отсюда Никто Мерзавцы Да вызывайте полицию, если хотите Подонки, я закрою эту сбегаловку Я шеф-повар международного класса, проклятые мерзавцы Мне на все наплевать Мне наплевать на весь мир Наплевать, что жена оставила меня ради другого Наплевать, что я остался в этом мире один Совсем один Один Без дочери Я не могу поверить, что мы сейчас вместе Почему вы так говорите? Потому что я думал, что вы помиритесь из-за ребенка Да, Рамон тоже так думал Но то, что он отец ребенка Все равно не вернет моих чувств к нему А что вы к нему испытываете сейчас? Не знаю Нежность Ностальгия Как бы ни было, в свое время Рамон был рядом со мной Я его любила Любили? Не знаю Думаю, в какой-то момент в моей жизни Рамон был капризом, о котором я не жалею Я не жалею Правда, сейчас я не знаю Что будет со мной с этим ребенком Клаудия Я буду рядом, если вы захотите Мы встретим этого ребенка, как будто он мой Но он не важный К тому же Рамон не оставит нас в покое Не важно Он всегда будет биологическим отцом ребенка Однако я думаю, что человек, который рядом с ребенком Который заботится о нем и любит его в какой-то степени Тоже отец Я буду любить этого ребенка Любить, как своего А что будет, когда он вырастет и узнает, что вы не его отец? Ничего Мы всегда будем говорить ему правду Я надеюсь, что он или она будут воспринимать меня, как лучшего друга Которому всегда можно довериться Как некоторую опору Даниэль, ты лучшее, что произошло в моей жизни Спасибо За что? За то, что ты такой Я тебя обожаю Клаудия Я люблю тебя Ветка, наконец-то ты пришла Где ты была? В водохранилище Где убили Луиса Дорогая, что ты там делала так поздно Не беспокойтесь, Леонор Она была со мной И еще там был брат Дона Уиса Мы высадили его у дома с синьоритой Кати Посмотри на себя Пираса Оказывай мне услугу Скажи ей Луси, чтобы она накрыла на стол Пойдем поедим, дорогая Ты очень бледная Нет, Литя, я не голодна Сейчас я хочу отдохнуть, чтобы встать пораньше и увезти папу в Штаты Разве и твой отец не в клинике? Да Но мне придется увезти его в Соединенные Штаты, чтобы ему сделали нужную операцию Так что до нашего возвращения Все будет лежать на тебе Да, дорогая, никакой проблемы, но Я хочу узнать Ли, то не спрашивай Как я? К сожалению, я ничего не могу сказать Я только знаю, что устала думать и чувствовать Я хочу уснуть И когда завтра проснусь, считай, что все это было кошмарным сном Хорошо Хорошо Где ты был, сынок? Ходил прогуляться Поэтому ушел, не предупредив Не хотел вас беспокоить Но добился обратного Катя заметила? Нет, она крепко спала Но когда это увидел, я испугался, что ты снова поехал в поселок Гамарии Еще наделаешь там глупостей Ну что, ты не скажешь, где был? На водохранилище И что ты там делал в такое время? Не знаю Хотел побыть там Проститься с Луисом Не только Я совершаю безумство Знаешь, кого я там встретил? Андрею? Андрея? Да Поверь мне Было очень приятно Я могу тебе признаться? Я знаю, что ты скажешь Что ты все еще влюблен в Андрею, да? Ты по-прежнему влюблен в Андрею Саватти Мы друзья и не более Друзья это хорошо Но я вижу, что между вами происходит И что ты видел? Ваши взгляды То, как ты ее опекаешь Как она тебя слушает Игнорируя всех остальных Как ее улыбка скрашивает тебе день Продолжать Нет, нет, нет Я уже сказал, что мы друзья и останемся друзьями Все Тебе виднее, что это дружба или любовь Но я бы сказал, что Андрея Саватти Пробуждает в тебе второе Раньше для меня было пыткой знать, что с ней Луис Что я должен забыть ее Насколько я вижу, безуспешно Теперь, когда Луиса нет Я мучаюсь еще больше Почему? Ты не виноват, что влюбился Я влюбился в ту же женщину, что и брат Ты видел что-нибудь более патетичное Но хуже всего, что она Воспринимает меня только как друга Я бы не был так уверен в этом Музыка 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Детка, я думала, что ты отдыхаешь и хотела помочь. Как я не пытаюсь, я не могу уснуть Лето. Не могу выбросить Луиса из головы. Дорогая, как мне неудобно перед тобой. Ты испытываешь такую боль, а я как окаменелая. Ничего не могу сделать. Не могу тебе помочь. Мне становится плохо от мысли, что ты уедешь, и я останусь здесь одна. Я не хочу чувствовать это одиночество. Лето, мы должны быть сильными. Да. Я глупая, я должна молиться пресвятой деве, чтобы твой отец поправился. Вы вернетесь домой, и все снова будет нормально. Не думаю, что без Луиса все будет нормально, Лето. Детка. Детка, я знаю, что ты чувствуешь, но жизнь всегда дает второй шанс. Я уверена, что боль пройдет, и ты снова будешь улыбаться. Я знаю, что ты опять полюбишь, потому что такова любовь. Потому что она приходит снова и снова и еще более сильная. Я знаю. Почему ты злеешься, когда я говорю, что Андрея любит тебя не как друга? Потому что это неправда. Ты в этом уверен? Этот разговор не имеет смысла. Алихо, минутку. Однажды тебе придется решить, что делать с любовью, которую ты так не испытываешь, потому что у тебя не получится забыть ее. Я больше не хочу об этом говорить. Жизнь находит выход из сложных ситуаций. В определенный момент жизни тебе придется решить и действовать по велению своих чувств. Нет, нет, нет. Андрея была невестой Луиса. Луис умер, и это конец. Все. Мы с Андреей свояки. И тот факт, что Луис умер, ничего не решает. Это только все осложняет. Алихо. Не стану отрицать, в какой-то момент... Я мечтал сказать Андрею, что никто не будет любить ее сильнее меня. Более того, я думал, что отношения с Луисом закончатся, потому что Луис никогда не был мужчиной и одной женщиной. Но я никогда не думал, что произойдет такое. Я никогда не желал зла брату. Никогда. Я знаю. Знаю. Тогда почему я чувствую себя предателем? Потому что в глубине души ты чувствуешь, что твоя любовь к Андрею небезответна. Если бы он был жив, я бы мог бороться с ним. Но я не могу бороться с памятью папы. Поэтому пусть лучше Андрея уедет. Даже если я умру папой, я больше не хочу терпеть эту пытку. Не хочу. Я устал. А можно задать тебе вопрос? Что ты испытываешь к Кате? Кате? Катя необычный человек, и я ее очень люблю. Но никаких «но». Алло. Привет, Катя. Это я. Андрея собиралась позвонить тебе вечером, но решила дать отдохнуть. Как ты? Как чувствуешь себя? Да так. Андрея, вы с Олехо очень грустные в последнее время. Я совсем не знаю, что делать. Что вам сказать, чтобы вам стало лучше? Не переживай. Сейчас меня хватает только на то, чтобы думать о поездке с папой. Поездка, Андрея, куда? В Майами. Ты знаешь, что ему нужна операция, так что через несколько часов я еду в аэропорт. Ай, подружка, мы не увидимся даже на секунду. Я не собиралась уехать, не попрощавшись. Я заеду к вам. Хорошо, я жду тебя. Катя, доброе утро. Я думал, ты еще спишь. Доброе утро. Олехо, я только что узнала, что сегодня Андрея уезжает в Штаты. Ты знала об этом? Да, я узнал вчера вечером. Мне было жаль будить тебя, чтобы рассказать об этом. А что, вчера вы говорили по телефону? Нет. Хочешь? Нет. Вчера мы вечером встретились. В водохранилище. Как это? Это произошло случайно. Я хотел проститься с Луисом. Она тоже, и мы встретились. Я вернулся очень поздно и не хотел будить тебя. Ты меня прощаешь? Конечно. Олехо, я знаю, что ты очень переживаешь за Луиса. И тебе некогда думать о том, что делает Андрея. А куда ты идешь так рано и такой красивый? Я схожу, узнаю, как идет расследование дела Луиса. Но Андрея сказала, что заедет попрощаться. Она так сказала? Да. Тогда я схожу и быстро вернусь. Хорошо? Пока. Возьми это. Съешь что-нибудь, а то заболеешь. Что ты говоришь? Мой сын. Мой сын не умер, Пако. Мой сын жив. Я знаю, что он жив. Рита. Я знаю, что это тяжело, особенно для тебя. Но такое состояние ни к чему хорошему не приведет. Пако, ты мне не веришь. Я знаю, что Луисита не умер. Я знаю, что Луисита жив. Но нам все подтвердили. Я был там, когда Гомара сказал об этом. Чего ты еще хочешь? Увидеть его. Я хочу его увидеть. Это невозможно, Рита. Он в озере. Нет. Ты не знаешь, как мне было больно видеть тебя такой. Пожалуйста, подумай о том, что мы должны жить друг для друга. Что наш второй сын в порядке. И что все вместе мы переживем эту трагедию. Нет, Пако. Мне не нужны твои слова утешения. Если ты мне не веришь, уйди, оставь меня одну. Я знаю, что мой Луисита жив. Я знаю, что мой Луисита жив. Материнское сердце не обманывает. Луис жив. Мне все равно, что думают другие. Мне все равно, что ты говоришь, Пако. Мой сын. Мой сын жив. Добрый день. Добрый день. Наконец-то у меня. Добрый день. И у меня. Ты в порядке? Ничего не болит? Нет. Принести что-нибудь попить? Не забывай, ты должна беречься. Ты же беременна. Нет, Даниэль, спасибо. Мне приснился такой странный сон. Мне снился Рамон. Это был не сон, это был кошмар. Ты не хочешь рассказать? Нет, он был странным. Рамон как будто просил у меня помощь. Нет, не знаю. Это нормально. Между вами произошло столько плохого. Ты чувствуешь себя немного виноватой. Но успокойся, уверяю тебя. В этот момент Рамон развлекается с Бланкой. Да. Я глупая. Синьор, это парк, а не отель. Просыпайтесь. Просыпайтесь. Какой запах. Этот человек практически без сознания. Синьор, идите спать домой. Что? Какой дом? Какой дом? У меня нет ни дома, ни жены. Ничего нет, глупцы. Пожалуйста, чуть побольше уважения. И мы доставим вас в участок, синьор, вот увидите. Зачем вы задаете мне вопросы? Вам платят за вопросы или за то, чтобы вы ловили преступников? Эта страна очень странная. Лейтенант, у меня есть новости по делу моего брата. Да, что? Вчера я был в поместье Хусте Гамара и получил признание этого человека. Он приказал убить моего брата. Вы заставили этого синьора признаться и записали его признание? Нет. Но ему хватило наглости сказать мне об этом прямо в лицо. К тому же я был не один. Я был там с отцом и Андреей Савати. Скажите, с каких пор вы играете в детектива? Я не понимаю. Что у вас за проблемы, синьор? Вы подменяете собой власть и, с другой стороны, подвергаете свою жизнь опасности. Лейтенант, я ни во что не играю. Я пытаюсь сотрудничать. Я добился от Гамара признания и пришел, чтобы подать против него иск. Но вы же не можете обвинить человека в убийстве только потому, что у вас сложилось такое мнение. Повторю. У вас есть доказательства? Да. Вот брелок. Я нашел его в поместье Гамары. Это брелок вашего брата? Нет. Нет, этот брелок принадлежит другому человеку, но я не могу вспомнить кому. Ну, послушайте, вы требуете, чтобы я возбудил дело против человека, чтобы его обвинили в убийстве, потому что вы так думаете и потому, что вы нашли брелок, брошенный неизвестно кем. Будьте серьезным. Будьте серьезным. Пара глупостей не дает основания для возбуждения дела. Тогда скажите, как идет следствие, чем вы занимаетесь? Вы не должны поехать в усадьбу Гамары и допросить его? Проблема в том, сеньор Торо, что вчера дело вашего брата было закрыто. Так что вот так вот. Кто там? Старуха Инесс. Тишина. Привет, Луисито. Как ты крепко спал, сынок? Вряд ли кто-то еще остановится в вашем пятизвездочном отеле, кроме меня. Я не думал, что ты проснешься с желанием шутить. Люди говорят, что бык чистокровной породы борется до последнего. Посмотрим, что будет с твоей породой. Я покончу с тобой и все. Почему вы вместо того, чтобы мучить меня, не выясните, кто на самом деле отец ребенка, которого ждет Виолетта? Он не от меня, и я не собираюсь отвечать за него. Ты можешь выйти отсюда только, чтобы пойти к алтарю и жениться на моей дочери. Купите себе матрас, потому что ждать придется долго. Я подожду. У меня есть терпение. Я приобрел его с годами. И борясь с такими идиотами, как ты, напоминаю еще раз. У тебя два выхода из этой ситуации. Первый – жениться на моей дочери, и второй – отправиться на кладбище. Даю тебе две недели на раздумье. А пока наслаждайся этим роскошным отелем. Он в твоем распоряжении. Пойдемте. То есть как закрыто? Закрыто. Закрыто, потому что расследовать больше абсолютно нечего. Все ясно. Да? Ну, а если все ясно, где виновник в смерти моего брата? Почему он не арестован? Это две разные вещи. Расследование прекращено, потому что мы больше не нашли никаких улик. Вы меня понимаете? Что касается виновного в смерти вашего брата, здесь абсолютно все ясно. Вашего брата убили во время личной разборки на водохранилище Лапенья. Мы уже знаем, что в него выстрелили четыре раза с близкого расстояния, засунули в машину, а машину утопили в озере. Машину мы нашли, к сожалению, тело не нашли, но мы уверены, что оно покоится на дне озера. Что еще расследовать? Все предельно ясно. Вы не понимаете? Лейтенант, как можно закрыть дело, не найдя тело моего брата? К тому же вы не принимаете во внимание мои показания. Сеньор Торо, если бы мы держали открытыми все дела, где находятся тела или не находятся тела, наши сотрудники занимались бы расследованием лет 20 или 30. Сеньор, у нас полно свежих дел, на которые мы можем направить усилия и добиться положительных результатов. Лейтенант, я все понимаю, но это не может остаться вот так. Нужно поехать в поместье Гамары. Вы разве не сказали, что уже были там? А разве вы не сказали, что я не детектив? Именно об этом я и хотел поговорить. Вы подменяете с собой власть. Вы нарушили частное владение. Если Гамара или как его там зовут захочет заявить на вас, он может это сделать, и у вас будет проблема. Я не проник туда незаконно, а вошел, получив разрешение. К тому же я был там с полицией. Хорошо. Вы говорите, что ничего не нашли, тогда зачем терять время? Лейтенант, делайте свою работу, не будьте циничным. Давайте убавим тон и будем уважать друг друга. Отлично, я останусь здесь, пока не получу ответ по делу моего брата. У меня есть ответ, дело закрыто. Так откройте его снова. Откройте вы. Мартинес, Гера. Выведите отсюда этого человека. Нет. Вы успокойтесь или хотите оказаться в камере? Я имею право знать о своем брате. Джорджу Андрея, наверное, инфаркт. По крайней мере, у Гарольда, да. Не будь таким циничным. Ты спровоцировал инфаркт у бедного синьора Савати. Я уже не говорю о том, что ты сделал Андрея и уборщику. Минутку. Алло. Это лейтенант Абрил. Лейтенант, какой сюрприз. Послушайте, мистер Браун, здесь был брат Луиса Тора, сеньора Алекандрова. Я ему сказал, что вчера дело было закрыто, и этот сеньор чуть не свел меня с ума. Было ужасно. Да что вы говорите? Именно так он говорит, что мы должны допросить некого Хустагамару. Он прямо обвиняет его, как заказчика убийства Луиса Тора. Я уже сказал вам, что все под контролем. Мистер Браун, я не собираюсь падать один. Я прихвачу и других, в том числе вас. Я уже сказал вам, что ни с кем не говорил об этом. Поговорим потом. Суси, поезжай раньше. Ни о чем не спрашивай, мне нужно уладить одну проблему. Как это? Поезжай в дом Гарольда, увидимся. Пусть победит лучший. Что ты там несешь? Почему не ешь здесь? Отнесу супчик пленнику. Он же ничего не ел. А что в этом такого? Ты посмотри, проснулся материнский инстинкт. Да, каймансито. Да нет. Я подумал, что хозяину не понравится, если он умрет, не успев жениться на сеньорете. Это Джордж Браун. Дон Американец, как вы? И почему вы звоните мне на мобильный? Я хочу знать, что с Луисом Торо. Вы сделали, что должны были сделать? Вы больше никогда не увидите Луиса Торо. Прекрасно. Вот еще что. Я хочу знать, был ли там брат этого идиота, и он создал какую-нибудь проблему или нет? Вы не помните, что мы отправили брата плавать к рыбам? Отлично. Официальный вывод такой же. Это означает, что дело закрыто. Вам нужно еще что-то? Нет. Тогда больше не звоните мне на мобильный. Мне не нужны проблемы с хозяином. Хорошо. Кто это был? Дели. Дели. Привет. Привет. Почему такое лицо? Я такой злой и не хочу, чтобы меня услышала мама. Что случилось? Дело Луиса закрыли. Как это? А то, что ты узнал о Гамаре? Не пригодилось. Нужно найти способ, чтобы этот мерзавец заплатил. Да, где мама? Твоя мама в комнате, она все время молится и раз за разом повторяет, что Луис жив. Все время повторяет. А папа? Бедняга ушел на работу. Поверь, Алихой, я не знаю, где он взял силы. Наконец-то вы соизволили появиться, Дон Гуарин. Кто забрал мои вещи? Они в моем офисе? В вашем офисе? Да, сеньор, в последние дни ситуация сильно изменилась. Если бы вы бывали на работе чаще, то знали бы это. Я не готов терпеть бред охранника, который считает себя хозяином. Зачем вы забрали мои вещи? Потому что этот шкафчик понадобится человеку, который будет работать в доме Саватти. Вы хотите сказать, что я здесь уже не работаю? Правильно. А видите ли, Пако, Пакито, когда здесь был Дон Гарольд, он слишком многое позволял вам, но времена изменились. Теперь вам пришлось заплатить за свою безответственность и за свое нежелание работать. Какую безответственность, Сиполь Веда. Я не приходил на работу, потому что на меня напали. Я был в госпитале. Или вы уже не помните? Кроме того, у меня была проблема с исчезновением Луиса Тора, ведь я... Какая беспокойная жизнь. Сожалею, но ваше увольнение – это приказ сверху. Чей приказ? Нового хозяина дома Саватти, милорда Джорджа Брауна Стивенса. Насколько я знаю, Дон Гарольд не умер, а наследница его дочь, Синьерита Андреа. Пакиту – это долгий рассказ. Если хотите узнать, пусть вам расскажут в другом месте один совет. Не позволяйте личной жизни мешать вашей работе. Но мне осталось несколько недель до пенсии в Сиполь Веда. Как можно меня уволить? Сейчас. Это же нечеловечно. Вы должны были бы подумать об этом прежде, как забросить работу. Как бы то ни было, Пакиту, удачи тебе в жизни. Ай, Милеито. Лиито. Тебе придется заниматься домом и взять на себя все. Обещаю, как только папа прооперирует, я сразу же вернусь. Конечно, детка. Не переживай, ты знаешь, что я справлюсь. А твой папа обязательно поправится. Здравствуйте. Подруга, я все знаю. Мне очень жаль, что тебе придется уехать, но это ради блага твоего отца, ведь так? Я удивлена, что ты здесь. Мы подруги, разве нет? Да. Подумай о том, что тебе там понравится, и ты сможешь жить в развитой стране. Андреито? Ты готова? Да, Джордж. Спасибо. Ты о чем? Я кое-что хочу предложить. Мне кажется, будет практичнее и надежнее, если я поживу в твоем доме, пока вы с Гарольдом будете в Соединенных Штатах. А твой дом, Джордж? Я оказываю услугу Андреи Тисусси. Дом очень большой, если в нем никого не будет, он может подвергнуться нападению вандалов. Минутку, вы о чем? Я буду присматривать за домом, операция мне поможет. Вы одинокая женщина. Сюда в любой момент могут влезть воры и причинить зло. Вам и дома. Хорошо, Джордж. Поступай, как считаешь нужным, но пойдем уже. Я тороплюсь. Ребята. Дон Пако, мы только что узнали. Это ужасная несправедливость, Дон Пако. Конечно, мы должны объявить забастовку. Никто не будет работать в ресторане, пока Дона Пака не восстановят на его месте. Успокойтесь, ребята. Я понимаю ваше намерение, но не хочу, чтобы по моей вине вы тоже стали безработными. Этот чертов американец установил здесь нацистский режим. Никто не имеет права ни защищать себя, ни высказывать свое мнение. Да, никакой свободы выражения, никаких шуток, никакой музыки. Сынок, тебе оказывают услугу, потому что нам сейчас не до музыки. Что? Что? Ладно. Я буду скучать по вам. Дон Пако. Да? Маленькая деталь, чтобы выразить нашу солидарность. Дон Пако, вы всегда были кабальеро. Да, не то, что этот сипуль, который хуже некрасивой невесты, как лошадь, ходит здесь. Разве не так? Он такой противный, такой истеричный, потому что мистер Брауни еще не сказал ему, да? Или нет? Он здесь, верно? Милорд узнает об этом. Вы готовите заговор против ресторана. А вы почему еще здесь, мистер Лузер? Что вы здесь делаете? Вы уволены, мистер Лузер. Сипульведа. Помните, что после каждого взлета следует падение. Особенно, когда тот, кто взлетает, не обладает большим талантом. Как вы. Прощайте, ребята. А вы чего ждете? Идите работать. Кто не дает результат, тот уходит. А что сеньора будет делать сегодня вечером? Не знаю. Это зависит. Я спрашиваю, чтобы знать, во сколько прийти, чтобы еда была теплой. Даниэль. Я пошутил, чтобы пригласить тебя на концерт. Даниэль, я с удовольствием. Серьезно? Да, я счастлива, что ты рядом со мной. Вчера я почувствовала такой покой, что мне стало страшно, что это только сон. Но я проснулась и увидела, что ты спишь рядом со мной. Я так счастлива. Я храпел. Не хочу портить эти магические моменты. Иди, а то опоздаешь на работу. Я не хочу идти на работу. Я не хочу расставаться с тобой. Не хочу отпускать тебя даже на секунду. Я хочу, чтобы ты никогда не расставалась со мной. Но мне нужно идти работать. Да? Да. Увидимся вечером. Удачи тебе. Спасибо. Алихо, наверное, это Андреа. Дон Пако. Как дела, Катя? Проходите. Давайте я вам помогу, Дон Пако. Папа, я думал, что ты в ресторане. После того, как я отдал дому Савати 20 лет, меня увольняют недавно работать до пенсии. Почему тебя уволили? Потому что я несколько дней не появлялся. Но я сам говорил с Сипульведой и сказал ему, что ты в клинике, а потом о Луисе. Именно это и я ему сказал. Но он ответил, что это приказ Джорджа Брауна. И ни для кого не секрет, что я никогда не ладил с ним. А кто ладил, Дон Пако? Мерзкий американец. Я знал, что он не изменился. Что все это ложь. Дон Пако, сюда едет Андреа. Она может изменить это решение. Нет, нет. Не думаю, что это удачный момент. К тому же я не готов работать под началом Сипульведы. Он теперь управляющий. Не может быть этот бездарь? Как видишь, жизнь делает неожиданные повороты. Меня больше всего беспокоит, что ситуация осложнилась. Ты тоже безработный. Твоей маме нужно внимание. Я не знаю, что мы будем делать. Не беспокойся, папа. Завтра я получу работу и позабочусь о вас. Не переживай. Алихо, сейчас меня больше беспокоит твоя мама. Она все еще не верит о Луисе. И не поверит. Даже если найдут виновного. Это будет нелегко. Не будем терять надежду. Следствие еще не закончено. Вдруг они что-то найдут. Следствие закрыто, папа. Утром я был у лейтенанта Абрила. И он сказал, что доказательства не настолько убедительны, чтобы обвинить кого-то в смерти Луиса. То есть они не допросят Гамару? Нет. И хуже всего, что этот мерзавец выйдет сухим из воды. Когда об этом узнает Андрея, я уверена, что она отложит поездку. Катя, я думаю, Андрея достаточно смерти Луиса и болезни отца. Ну, Алихо. Я не думаю, что нам следует говорить ей об этом. У нее и без того достаточно забот. Хорошо, я не буду говорить, но я уверена, что Андрея убьет меня, когда узнает об этом от других людей. Джордж, ты нанял водолазов? Водолазов? У вас есть планы на Карибах или что-то в этом роде? Нет, Суси Андрея хочет нанять водолазов, чтобы найти в озере тело Луиса. Ты их нанял? Я уже связался с людьми, которые могут сделать эту работу. После твоего отъезда поговорю с ними конкретно об этом деле. Очень хорошо, я уезжаю спокойно, потому что оставляю все в твоих руках. Конечно, дорогая. Как только все будет готово, я поговорю с семьей Тора. Хорошо. Детка. Пусть Пресвятая Дева будет с тобой. Дорогая, ты оставишь меня здесь с этим проходимцем? Лито, он очень изменился. Горбатого могилы исправит, дорогая. Джордж вел себя очень хорошо со мной и с семьей Луиса, так что у меня нет другого выбора. Дай ему время и наберись терпения. Вот увидишь, со временем вы прекрасно поладите. Сомневаюсь. Не задерживайся, я тебя очень люблю, дорогая. Всего хорошего. Я тебе. Не грусти. Нет, нет, я в порядке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.